На нем есть помазание, и вас любят в этой церкви. Почему? У вас помазание Бога. То есть вы можете являть его, неважно, в рясе, в футболке мы являем Христа. То есть, да, и это явление Христа, есть явление силы написано, и славы Его. Господи, прославься сегодня через Отца Сергия. Я спасибо тебе за то, что те, кто почитает тебя, и те, кто пришли больные и немощные, верьте, бегите, как в Бефезде, прыгайте первые в эту духовную ванную, в эту духовную купальню. Что-то сказать хотел отец Сергий, мы еще поклоняться будем, потом полная злова, целый час будет. Но если есть час, говори. Может быть, у вас есть свидетельство какое-то? Дайте Наташе микрофон. Идите, дайте микрофон Наталье Альфимовне. Аллилуйя. Здорово. То есть, вы не должны повергаться. Пока несут микрофон, хоть служение исцеления у нас и причастие следующее. Вот. Мы приглашаете всех на исцеление. Но Бог действует всегда, я вам скажу. Если у вас болела поясница, Бог прикасается. Я не знаю, вот на каком уровне надо верить, чтобы давать дьяволу сидеть на шее. Надо сбросить этого беда. То есть, надо выгнать его из своих мыслей. Даже прежде, чем выпить таблетку, выгнать свои мысли, что это решает таблетка. Да, таблетка как что-то делает, но исцеляет Бог. Утешает Бог. Никакой вас ни муж не утешит без Бога, если этот муж. Ни жена, ни дети, ни деньги, никакие блага. Только Бог утешит. Внутреннее состояние мира дает Бог. Водка тоже дает, но на время. Чтобы потом украсть, убить и погубить. Отключить твои мозги, типа утешил. На самом деле не утешил, отключил мозги от переживания. А завтра еще сильнее. Говори, Наташа. Да, я хочу засвидетельствовать. Значит, я не знаю, что это было со мной. Воспаление кишечника или проблема какая-то духовная. Ну, Бог знает. И, короче, еще не совсем я как бы исцелилась. Был вторник и позвонил пастырь ко мне. И говорит, мне Бог побудил заехать, помолиться за тебя. А я действительно, я не могла. Ну, тяжеловато еще, потому что еще слабость была. Я еще ничего не ела практически такой твердой пищи. Только водичку пила. Вот. И пастырь приехал. Я как бы так, ой, пастырь, помолитесь. Он говорит, нет, 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 я посижу, мне Бог скажет. Он сидел, потом говорит мне. А теперь, говорит, положи руку на пах. И, ну, как бы он чувствует вдухи. На нем очень большие дары. Говорит, и сейчас я буду молиться. И вот он молился. Он говорил, что сейчас боль уходит в ноги. Я чувствовала распирание икр. Потом, значит, я лежала. Он говорит, сейчас боль уходит в пальцы, ног. И это продолжалось в течение часа. Я просто лежала в такой созерцательной молитве. И чувствовала, как все это уходит из меня. И боли прекратились. Ну, как бы такие сильные были боли, но они прекратились. И вот с Артурника у меня нет вообще боли в паху. Слава Иисусу. Это Бог пастыря так использует. Потому что он человек Божий, он слышит Бога. Аминь. Я просто хочу сказать. Я думаю, перебью тебя. Я думаю, взаимоотношения с Богом, когда Дух Святой умеете пропускать через себя Духа Святого. Не просто держать в голове снаружи помаживания, покраснел, почервонел, волосы пошел. Пропускайте через себя. Я это почувствовала. Это слово Божье, которое есть, и его, конечно, и таяешься. Оно становится плотью. Тогда оно как силой тебя выталкивает. Это как-то люди чистят трупы, знаете. Да. Так Бог прочищает от мозгов до пяток. У меня вообще все боли пришли. Так я хочу что сказать. У нас вот такая церковь, да. Тут такое помазание на исцеление. Столько людей в миру погибает. Они просто болеют. Они не понимают, что с ними происходит. Они смиряются с этим, как бы живут с этим. Ну, вот так такая судьба, такая жизнь. Сейчас врачи разговаривают руками и говорят, ну, никуда не денешься, да, вот это старость и все. Ведите сюда своих друзей, там, родных, близких. Но это вы должны делать, друзья мои. Это ваше... Вы должны исполнять великое поручение Господа. А оно только тогда работает. Это не когда вы просто привели к вас, привели к моим помощникам, к отцу сердца. А когда вы привели там, где вы находитесь, к Голгу, а потом уже сюда утверждать. Когда у вас есть желание любить их, какие бы они не были. Вот Женя мне понравился. Наркоманы, хулиганы там на троече. Они уже его вызывают. Он мне вчера звонил, или под вечера. Они вызывают, мы там тебе еще четверых привели по полиции. Представляете, он просто живет с рупором, выходит в воскресенье в парк, на троеченский парк. То есть слабо Голгу, то есть. Поэтому, если мы не станем таковые, то есть, если мы это не будем исполнять великое поручение, когда кто-то погибает, что мы тогда от Голга просим? Я еще хочу сказать, что я поэтому открыла страничку, молитвенная группа церкви «Исцеление народа». Сначала она была закрыта, я потом думаю, а что я буду ее закрывать? Когда надо, что все люди, у меня же все друзья, мои друзья, еще их друзья. И много людей, которые как бы смотрят на обложку, а потом как бы видят внутренность, и потом смотрят, думают, да, да, там исцеление. А ты позвонила мальчику наркомату? А как же, я всем перезвонила. И именно закрытое в этом мессенджере, это для нашей группы молитвенной. А я же еще открыла молитвенная группа церкви «Исцеление народа». То есть она открыта для всех моих друзей и для их друзей. То есть они все видят хроники. Поэтому выставляем туда наше служение, вот такие свидетельства. Мы должны говорить людям, что действительно мы не скрываем, мы же не партизаны. Аминь. Слава Богу, начните с себя, каждое. Тогда, если вам, если вы кого-то привели к долгу, просто даже на том месте, где есть, и он даже умер после того, как искренне покажется, вас придет рано. Чтобы вы, человек, он должен был умереть, но он его держал, пока ты не придешь. Да, хорошо у них, у православных он, отец Петр Дмитриевич, но и отец Сергий. То есть они, хорошо у них, вообще у них в обряде даже есть, что перед смертью пригласить батюшку, да? Есть такое? Есть для чего? Для исповедания грехов. Что такое исповедание грехов? Это молитва грешника, покаяние, да? То есть по-нашему это молитва покаяния. По-ихнему это молитва грешника. И она, так даже через такое, Бог спасает и доводит, потому что люди на предсмертном адрес, да, они не хотят врать. Боже, они чем-то недовольны, там что-то не так, свечку поставили, или что-то нет. Но на предсмертном адре они не хотят врать, правильно? Они не хотят смотреть на негатив. Они хотят, чтобы Бог их простил, да? Даже через посредника культово-христианского служения или открытого христианского служения. Не важно, как он принимает. Веришь? Верю. Каешься? Каешься? Солуй крест. Все, иди на небо. Да, можно и так. Но мы должны заботиться об этом. Должны. И никто, если ты в этом почувствуешь радость, тебе надо будет заставлять. И дети. Самая большая радость, когда вы достигнете, что у вас есть кушать, у вас есть пить, у вас есть дом, у вас есть дети, все есть. А почему? Я сейчас радость обретаю только, когда кто-то исцелился, полегчало. Кому-то душа утешилась. Детям он помог, не имея денег уже сколько, три раза попересылал, которых ни разу не видел, детям больных онкологии. Только положил в сердце, Бог послал, финансы послали. То есть, не имею, но даю пенсионер. Почему? И это радость. А особенно, когда люди искренне каяются, не просто повторяя молитву, там, грешника, покаяния, а когда я чувствую, когда люди искренне каяются. Я видел, как бандиты каются в тюрьмах, падая на колени, просто как тот мытарь, разрывая рубаху. Поэтому, вот это меня радует. А потом, уже когда это меня радует, Господи, молю, чтобы они все дошли до неба, чтобы они не отпали. Тоже радует вот эта молитва. Говорите. Давай. Сейчас Валечка скажет о том, что буду жить. Дорогоцанная церковь, я думаю, что от вас тоже, если мы поблагодарим Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого за их верность, за их преданность, за их любовь к нам, детям, за то, насколько они заинтересованы, чтобы мы были просто прилеплены к ним, и чтобы мы понимали то могущество Бога Отца Божьего, и чтобы мы никогда не сомневались в том, что Он не только говорит в слове Священного Писания и Нового Завета, а в том, что Он пророчествует на сегодняшние дни. И в течение последних десятилетий Бог неоднократно пророчествовал на спасение Украины. И там звучала такая фраза, ну там очень много. Я всегда стояла в молитве, когда приходилось молиться за Украину, за ее будущность. Вот, я опиралась на эти пророческие слова, и одна из них фраза была «Я поставлю Украину с головы на ноги». И это, ну, действительно, а сейчас, когда, вы знаете, что происходит, это подтверждает о том, что это есть «да» и «аминь». Но дело не в этом. Я расскажу такой эпизод, буквально недавно. вы знаете, что я когда-то тоже свидетельствовала о хулиганстве, среди ночи людей машинами и глушителями. Когда они начинают, ну, просто, это, ну, такая, направленная дьявольская цель будить людей. И когда здания стоят друг против друга, и как будто бы колодец такой образуется, ночью проводимость звука гораздо, вы знаете, выше и громче. И вот он специально, включая мотор на полную мощность, там делал круги вокруг определенного участка минут 15. И я уже, ну, запрещала и что угодно. И вдруг у меня идет отвертая Духа Святого. И я просто сказала, отец, ты обещал поставить Украину с головы на ноги, но начни с этого человека. И вы знаете, мгновенно прекратился этот звук. Я долго не могла уснуть. Я долго знала, ну, нет, и совпадение не такое. Нет. И больше это вот прошла неделя вообще, что не повторяло. Спасибо тебе, Господь. ты верный, ты чудный, ты замечательный, мы благодарны тебе за каждый день. Мы благодарны за то новое, что ты приносишь не только в церкви, но в нашу страту, нашему народу, нашему праздничество. Аминь. Аминь. Давайте раздадим Богу славу, что Бог слышит маленько. Можно реагировать по-другому. Ах, вы козлы. То есть, туда-сюда. дошел глаз. Бывает, Боже, помилуй, да? Благослови, яви милость, без выйти вон из них, да? И пусть утешатся их сердцем. Дай микрофон на мае. И Бог, видишь, отвечает, что Бог, Господин отсягивает сердце. Проживая с воскресенья дарая церковь, мои дети, находясь в селе, шли на служение в протестантскую церковь. По дороге встретили рецидивиста, от которого отражало все село многочисленное. И село держал в постоянном страхе. Шел за очередной бутылкой, но Надя остановила его моя и говорит, ты чего стоишь с утра? Пошли с нами. Да не пойду, говорит, я уже выпил и не бритый. Пойдем, говорит, сядешь на последний с нами лав. Он и пошел. В сведениях проповеди, прекрасная была проповедь о семени пастора этой церкви. И вдруг он выходит наперед, упал на колени и стал плакать и каяться. Это было что-то с чем-то. Ну, мы, говорит, были в шоке. Мы не ожидали, что он вот так вот сразу покаяться. На обратном пути мы шли по дороге и навстречу нам шли бабушки из православной церкви с козинками, с яблоками, ну, с вячинами. И так, шли нам навстречу. Надя говорит, я как-то внутренне напряглась. Мне почему-то показалось, что будет какая-то агрессия. Они подошли сурово так посмотрели, говорят, ты ходил с ними? Да, говорит, ходил, но так и ходил. Бо у нас один Господь. Он благословляет им. Всегда ждал. и думайте о людях лучше нет. А после этого вечером подошли ко мне эти женщины и говорили, мы знаем, что протестанты молятся за нас, потому что там идут терки между Московским Патриархатом и Украины были документы, но районные суды не выиграли. И мы знаем, что протестантские церкви молятся за нас, и мы благодарим вас, и будьте благословенны. Слава Богу! То есть важность церкви, чтобы она не попала под политическое влияние того или иного государства, который или... На самом деле, если мы знаем, что тот же Московский Патриархат православный сказали, что у нас один Бог, то же самое говорят и наши православные церкви Украины. Знаете, вот эти разделения, которые допущены с храмами и все, это допущено политически. Нет, это мое мнение, потому что если Бог глава церкви, но все вместе тело, порознь члена, да? Вместе тело. Поэтому я так против вот этих всех разделений. Я считаю, что нельзя заставить печенку работать вместо головы, да? То есть у каждого свое призвание, у каждого свой дар, то есть руки не будут вместо ног ходить, мы порознь члены, то есть может тебе не нравится, может быть ты ноги, а у них другое, у них сокрытое что-то. Поэтому давайте не будем строги к тому или другому христианину. Вот мне очень хорошо понравилось, когда здесь пастырь Андрей Аскольдович сказал так, читая нам послание первое Коринфянам, он говорит, представляете, насколько развращенная церковь, что мир, мир жил хуй лучше порядочнее, чем эта Коринфянская церковь, а он их называет братьями. Представляете, а он их еще и еще в терпении называет что? Братьями. Предавая даже плотное истязание этих блудников, он им предает не для того, чтобы им так и надо, чтобы им так и было. Вот негодяи такие, он говорит, для спасения души. То есть цель это не для того, чтобы он мучился, да? Он просто знает, что страдающие плотью перестают грешить, но ему не хочется, чтобы он даже страдали плотью, но он хочет, чтобы все-таки эти временные страдания, они приведут к чему? К жизни вечной, да? Покаянной. Для спасения души. Аллилуйя. И я вам скажу напоследок за свидетельство, мне позвонили с Германией люди незнакомые, у меня есть знакомых много, но это позвонили незнакомые, и проблема, то есть я когда там был, набрал, стресс это проблема, то есть вот эти все стрессовые, депрессия, последствия стресса, депрессия, и одна женщина еще как бы молодая относительно, говорит, ну, врачи говорят, что там 4-8 этапов надо вывалиться. Я говорю, а что у тебя? Да я спать не могу. Я говорю, выпей таблетку или повались от бессонницы. Короче, ну, привел ее по телефону в покаяние. Разуме, она русскоязычная, немка. То есть привел ее по телефону в покаяние. Слава Богу. Искренне так покаялась, аж плакала. То есть дал ей высказаться, потому что человек высказался, дал ей полчаса говорить, уже полегчал. То есть просто не перейдевал. Дал ей говорить, 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 что врачи сказали, как она думает. На самом деле, пока она выиграла, она начала смеяться. Я специально громкую связь сделал, чтобы жена меня поддерживала в молитве. Уже начала смеяться. Я говорю, где твой стресс? Она говорит, ты как, я сейчас хорошо, прекрасно. Я говорю, врачи на тебя, ты не могла просто спать. Я тоже не сплю. Ну вот, у меня Андрей звонит, говорит, я рано ложусь спать. Я говорю, ты поздно ложишься спать. Говорю, в 10, это поздно. А я ложусь рано, в 4 утра спать. А ты поздно ложишься спать. Но встаю я тоже рано относительно. Во сколько я не лег, хоть 5 лет, но я встаю от 7 до 9. Ну, так Бог ведет. Ночью тишина, хорошо с Богом общаться. Там, за городом даже машина не едет. Ну, полная тишина. Даже птички не поют ночью. Слава Богу, собаки то лают, и то периодически. На самом деле я люблю ночью общаться с Богом. Мне нравится ночью. Иисус Христос ходил ночью на молитву. То есть мы же сыны как Света, но не будем по ночам спать, но воды, кстати, написано, да, в Писании. Поэтому эта женщина так легко освободилась, я помолился за нее, рекомендовал ей в Нюрнберге церковь, там, где найти живого Бога. И человек говорит, оказывает, и до нее дошло. Мир, даже хорошие врачи, как бы, немецкие врачи, хорошие, да, типа, ну это так, лапка, в кавычках. Вот, на самом деле, он хочет на тебя навесить, он отрабатывает свои деньги, особенно эти страховочные, страховка, то есть те, кто люди богатые за деньги, а по страховке это такая медицина, как и он. То есть на самом деле хочет на тебя навесить важность, что, слушайте, это не просто бессонница, это депрессия, это стресс, он начинает воистки, а ты переживала над ним, ну был, дел, но у кого не бывает, да, и он утепил туда, бес хочет за все это зацепить, а когда она уже тебе сказала, что у тебя депрессия четвертая, подожди, по четвертой степени, да, у тебя уже начинается депрессия от того, что она тебе сказала, да, что тебя надо выводить с депрессии, поэтому бог дал покаяние, я помолился за нее, и она получила свободу, и что мне, таблетки не пить, врачу не пить, ну если зачем тебе пить таблетку, если ты чувствуешь, ну, нормально, зачем тебе идти к врачу, если тот врач, который называется Иисус, да, исцелил тебя, что ты купил, ангел, ну иди быстрее сюда, сейчас, сейчас, он просил за мной шаппомолиться, потому что малый еще, я просто, ему сейчас, ему сейчас морфия начали, как будто бы, большая доза, потому что у него такие боли начались, чтобы мы морфия начали, как будто, благослови Боже Давида, мы молились, и пусть эти стволовые клетки, освященные тобой, пусть они безболезненно приживаются во имя Отца, Сына Святого Духа, Аминь. Вообще, медицина, говорит, когда мозг меняют, если человек не умер в три дня, он будет жить, потому что обычно это очень серьезная операция, это очень, мы даже когда молились, у нас были даже пастыря, которые сказали, вряд ли выжить, то есть, это удаляет, судя спиной, мозг, ребенок на пару минут умирает, в этот момент вводят стволовые клетки, они должны прижиться, то есть, если они отвергаются, или сразу умирают, или в течение трех дней, то есть, уже прошло две недели, конечно, и температура, и, конечно, какие-то давления, это, ну, инороднее тело, то есть, поэтому мы молимся самое большее, чтобы Бог осветил и оно принялось, да, то есть, чтобы ребенок жил, аминь, и славил Богу, имя, но вид, такое хорошее, я с людьми говорил, я верю, что будет жить, ну, зачем же, зачем же, тогда, это все, если Бог пришел дать жизнь, бабушка молятся, родители молятся, наша церковь молится, и другие молятся, я верю, Бог слышит нас, аминь, давайте будем поклоняться Богу, давайте воздадим Ему аплодисменты, просто за то, что мы живы, я вас покажу, столько дьявол ворует, помазанников, молодых, грешников уже не говорю, сколько обольщают, а мы с вами живы, не просто заседатели в церкви, мы чувствуем Бога, да, внутри себя, мы живем с Ним, и еще и другим передаем, аминь. Вот, Таня, как сестру твою зовут? Лена. Лена, потом отец Сергий подойдет вам помолиться, он послужит, и за вас тоже, за православного, как говорят, грех не помолиться, за Петра Дмитриевича, слава Богу, слава Богу, подойдете, да, Петр Дмитриевич, на нем есть помазание евангелиста, это редкостные такие, у меня братья православные, то есть, это есть еще отец Сергий, поминь, вашего ПЦУ, и ему разрешили, ну, еще филарет тогда, сейчас, да, экифания, служить вне стен, у него есть капкопылица, там был храм в Донецке, отжарит, сейчас есть капкопылица, но он служит больше, вот так, как евангелист православный, понимаете, он на фронте, он везде ездит, то есть, и мне радует, что проповедуются Евангелие, а не просто исполняется обряд, поэтому, обряды разные, если обряд не отводят от живого Бога, ну, возле иконы молиться можно, но поклоняться иконе не стоит, вот так, молиться надо живого Бога, а икона, пусть и образ напомнят, как Христос, может быть, ходил, хотя, есть другие мнения, но возле иконы молиться можно, но не поклоняться иконе, Библия говорит, не поклоняться ни одному изображению, да, то есть, не поклоняться, когда Павел зашел в храм, этого, как его там, который падал все время, вот, и, он не поклонялся же ему, да, он поклонялся Богу, хотя это храм, он пришел туда, в Грецию, куча богов стояла, он пришел в капище этих богов, один только пьедестал, был где-нибудь полоток, и это использовал для Евангелия Божьего, вот этот Бог неизвестный, которого вы не видели, которого вы не знаете, даже как он выглядит, это и есть мой Бог, аминь, давайте и мы поклонимся нашим Богом, ибо Бог искал поклонников в Духе, ни иконе, ни кресту, но в Духе, и соединяющейся с Духом Божьим, есть один Дух Господа, аминь, давайте просто откроем, наше сердце. Микрофон. Давай, назад. Микрофон. ПЕСНЯ 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 под защитой, под защитой, под защитой твоих крыль, под защитой, под защитой. Давайте ощутим сейчас не только Его присутствие, но и Его присутствие внутри себя. Давайте только Ты и только Бог ощутим Его в сердце, как Царь Давид. Спасибо Тебе, Господь. Пусть, может быть, это Твоя безмолвная молитва, Твои внутренние переживания, Твой, может быть, какая-то горечь или обида уйдет в присутствие Бога, когда Ты открываешь Его сердце. Мы молимся не потому, что мы долго говорим, а мы молимся потому, что во Христе. И, может быть, у Тебя беспокоила печень или женские ордены, положи руку на себя, Бог прикасается. Также вены на ногах, просто ощути, что они начали шевелиться, и Бог очищает. Спасибо. Пусть Твоё соединение в молчании будет Твоей безмолвной молитвы. Соединяясь с небом, ты уже получаешь ответ. Я молюсь во Христе, жизнь имеет власть. Я молюсь во Христе, чтобы мне не упасть. Я молюсь во Христе, слава, слава Отцу. Я молюсь во Христе, Слово Божие несу. Я молюсь во Христе, слава, 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 сл Я молюсь во Христе, я молюсь Творцу, Я молюсь во Христе, Богу, Сыну, Отцу. Я молюсь во Христе, чтобы вечно нам жить, Я молюсь во Христе, чтобы Иисусу служить. Я молюсь во Христе, чтобы Иисусу служить. Я молюсь во Христе, чтобы Иисусу служить. Я молюсь во Христе, чтобы слово познать, Я молюсь во Христе, чтобы любовь не узнать. Я молюсь во Христе, чтобы ближних любить, Я молюсь во Христе, чтобы таким, как Он был. Я молюсь во Христе, чтобы таким, как Он был. Я молюсь, я молюсь, я молюсь, я молюсь во Христе, чтобы любовь не узнать.